Сегодня разберем не самую популярную фигуру латиноамериканской программы бального танца, но это одна из тех вещей, одна из тех фигур, которые мы можем использовать для того, чтобы разнообразить какие-то сольные партии. Ну и также у некоторых эта фигура присутствует в их вариациях. Всем привет, меня зовут Герман и это блог Бальная Лати. Сегодня фигура рок. Точнее, две их разновидности. Открытый рок и закрытый рок. Точнее, открытый и закрытый рок – женская партия. Мужская партия, она достаточно проста и однообразна. Если говорить про рок женской партии, там не все так просто и однозначно. Прежде всего, хочется отметить, что эта фигура достаточно часто исполняет просто как шаги. Многие знают, что переводится рок как качаться и просто качается с ноги на ногу. Условно говоря, это выглядит так. Если это закрытый рок, то это качается вот так. Закрытый рок – женская партия. Они качаются из стороны в сторону и просто переводятся с ноги на ногу. Если это открытый рок, то то же самое, но с вот такой вот открывашкой. То есть это шаг, качаемся, качаемся, шаг, качаемся, качаемся. Но это не так все просто. Да ладно! Начнем с закрытого рока. Девочка идет шагом. Начнем с закрытого рока. Девочка идет шагом назад. Но эта фигура не имеет баунса, поэтому это исполняется по технике того же самого классического румба-вока. Если вы не знаете, как исполняется румба-вок, вы можете посмотреть. Постараюсь не забыть отметить здесь ссылку. Если же забуду, можете найти ее, румба-вок, в моем плейлисте. Шаг назад с левой ноги. После чего у нас идет О ужас! Ронд от колена. Это такая вещь, которую не используют больше нигде, как в этой фигуре. Мы собираем ножки. Ножка ведется вот таким вот образом в закрещенное состояние. Получается, мы меняем сторону, создаем направление, двигаемся румба-воком. После чего ножку собираем, ведем ее рондом от колена, ставим сюда. После чего у нас должно быть, пятка у нас здесь не опускается, у нас здесь происходит рог. Собственно, сама та самая качалочка, за счет чего мы качаемся. Я бедром толкаю коленку и за счет этого закрещиваю ножку в латинский крест. Отсюда опять происходит спускание, шаг назад, румба-вок. Дальше сгибаю коленочку, веду через ронд от колена, назад, опять качаю. Бедром отправляю ножку в колено и происходит тот самый подтягивание ноги. Причем нога подтягивается плоско. Попробую показать сбоку еще раз, как это делается. У девочки, получается, идет смена стороны. Она делает это как вок, после чего она делает ронд от колена, закрещивает ножку назад, после чего у нее происходит следующая работа. Бедром в колено, в результате чего ножка подтягивается в латинский крест. Теперь это были закрытые роки. Теперь поговорим про открытые роки. Чем они отличаются? Ну, помимо рамочки, если закрытые роки, они танцуются вот так, то открытые роки у нас поочередно либо открывается рамочка в одну сторону, либо в другую. Также они могут быть и в закрытой рамочке, но при этом просто мы открываем саму позицию, раскрываем и партнер делает шаги дальше. Открытые роки. Тут нету ронда от колена, но тут есть один специфичный шаг, про который я бы хотел бы также сказать. Также начинается с левой ноги назад. Создается направление, делается шаг назад. Отсюда делается шаг в поворот на одну четверть. И вот этот вот шаг, он достаточно интересен. Чем? Тем, что у нас он описан следующим образом. Колено задней ноги выпрямляется, и пятка двигается по направлению к полу, но работа стопы подушка. То есть она двигается к полу, коленка другой ноги поднимается, и отсюда происходит следующая вещь. Называется смещение ноги вправо, работа стопы, подушка плоская. Это так. Пум. После чего во второй рок мы уже на первом шаге делаем открытие. Мы делаем это как румба-вок, поворотный ход. Если вы не знаете, что такое поворотный ход, вы аналогично также можете найти это на канале. На три восьмых, после чего у нас идет одна восьмая сюда, мы двигаем пятку к полу, носочек передней ноги поднимаем, коленку выпрямляем. И у нас происходит подушка плоская со смещением влево. И опять поворотный ход. Три восьмых, восьмая, смена, сюда, вправо. Большинство современных вариаций, если не содержат в себе эти действия, именно конкретно фигуры, то они содержат в себе те самые шаги, которые я сейчас исполнил. Например, в батукаде достаточно популярная версия, когда танцуют батукаду, после чего могут сделать через ронт от колена. Либо иногда делать такую штуку. Пум-пум-пум, например, да? Ронт от колена. Все возможные фишки, они не выдуманы. Это отдельные шаги, выцепленные из вот того самого скучного, занудного бейзика, который никто не любит копать. Для этого я и рассказываю вам те самые нюансы, те самые шаги, на которые необходимо обратить внимание, чтобы впоследствии у вас был материал, чтобы разнообразить свою хореографию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните в колокольчик. Просмотрите интересные для вас видео, повторные, либо те, которые не видели, посмотрите. Тем самым вы поможете каналу. С вами был Герман, и это Блокбальная плотина. До свидания.